Всем привет, с вами мистер Чейзер, вы смотрите Моджинс Плей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Gamers Go Makers. Запись пошла, мы пошли тоже в ногу со временем, и давайте посетим агентство недвижимости. Да, мы можем здесь переехать в более большой офис. Эээ, стоп. Угу, количество комнат нам здесь любезно подсказывают. 13 комнат, мы, наверное, не только офис купим, а вообще просто всё, переедем здесь, что только можно. Три комнаты, четыре комнаты, за каждую комнату по тысяче, да? Три комнаты, три тысячи. Вот давай сюда, тут три тысячи всего. Идеально. Мне пока что три комнаты подойдут. Так, вот у нас, кстати, появились значки, то есть наша комната это первая. И мы можем оборудовать ещё две комнаты. Дорого! Дорого! Давайте забацаем игру, значит. РПГ, кстати, пришли. Давайте РПГ забацаем. Для... Для Тари. Почему бы нет? Создадим её, например... О, Фэллаут. Так, у нас сейчас файтинги. Да идите в шопу! Как только тренд идёт, так сразу... Как только я начинаю разрабатывать игру, он сразу заканчивается. Идите нафиг! Так! РПГ, да? История, конечно. Затем левел дизайн. Геймплей чуть-чуть побольше. Игровой движок. Давайте дизайн немножко уберём. User Interface. Допустим... World Design добавили мне ещё. Понятно. Саунд дизайна немного уберём. И, наверное, закинем в графику. Погнали! Попробуем создать Фэллаут собственный. 83-го года выпуска. Или даже 84-го, скорее всего, будет. Так. Дикий Запад. Что? Какой Дикий Запад? У нас там постапокалипсис. Вообще-то. Идите нафиг! Кстати, историю надо... Тысяч где-то 20 закинуть в историю. Количество насилия много не надо. Текста побольше. Контента для взрослых. Где-то вот так. Не думаю, что нам его тут много надо. Ну и количество насилия... Ну это Фэллаут. Ну где-то так пусть будет, да. Там же ноги, руки отрываются и так далее. Посмотрим. Так, запись... Да, всё нормально с записью. Чё-то у меня какие-то... Подозрения, что ОБС меня решил надуть и не записать что-то там. Ладно. Space, space, travel to space, in the space. Надо было так назвать эту игру. Короче, она херово продаётся. Из-за низких оценок. Ну, в принципе, это и логично. Кто будет покупать игру, которая не особо интересна. Так, Zinclair неожиданно анонсировал... Сообщили то, что они прекращают поддержку вот этой вот консоли. Ну и насрать. Atari анонсировали новую платформу, которая будет называться 7400. Это прям как PlayStation с компанией Sony. Тоже PS1, 2, 3, 4. Потом, наверное, PlayStation 5 будет, да? Ну, 100%. Только тут почему-то по цифрам всё идёт. Если было 5200, теперь тут 7400. А, игроки могут даже поиграть в игрушки, которые выходили на Atari 2600. Что, кстати, прикольно. Прям как и с PlayStation было второй. Можно было играть в игры от первой. Это было, кстати, очень классно. Эк, долго же создаётся игра. Так, Space Space Travel закончился. Количество насилия вам было мало? Да ладно. А для русских... А, тут можно вот так смотреть. А для русских нормально было с насилием. Пойдёт. В самый раз. Какое насилие в симуляторах полёта? Я вас умоляю. Ну, какое насилие? Там максимум кораблики распадаются на части. Всё. Зачем там насилие? Я не знаю. Так, игра наполовину готова. И, кстати, сейчас будет Новый Год. А вы ждёте, кстати, зиму? Новый Год, там праздники. Вот лично я, например, жду. Потому что на Новый Год я, наверное, буду играть в всяческие новые игры. Ибо у меня будут каникулы зимой. В университете. Они у меня только зимой и есть. Так. Короче, всё больше, больше и больше студий появляется. Видеоиндустрия растёт. Видеоигровая. И в конце каждого года моя компания, то бишь Westwood Studios может выиграть награду лучшей студии года. Или лучшая игра года, как-то так. Ну, было бы неплохо. Так, Atari зарелизили новую свою платформу. Понятно. Сиквелы. Кстати. Fallout с мячиком. Ну, вот так. Отличная обложка для Fallout, я думаю. Лучшая просто. В своём роде. Скоро новая откроется. Так, 80%. Давай быстрее создавай её. Надеюсь, нормальная получится игра, чтобы я мог себе оборудовать хотя бы одну комнату. Причём, я хочу, наверное, оборудовать Development Office. Офисом разработок. А вот, тренд Дикого Запада вздох. Я так и знал. Большой тренд теннис-игр. Epic Conquest выиграли игру месяца. А, тут даже награды месяца есть. Вау. Fallout! Давай! Ты должен выстрелить. Ты должен победить. В принципе, мы сейчас это по ценам посмотрим. 20 баксов большая цена. Давайте 20 поставим. Так, у нас теперь большая, достаточно большая репутация. Чтобы заключить контракт с издателем. Кстати, фанаты что-то уменьшились. Да какого хрена? Что не так с Fallout'ом? Булл дизайн? И только из-за этого? А все вообще идеальное. Спасибо. Да вы идите нафиг. Все, где моя... Кстати, ресерчи. А, сиквелы. Давай исследуем и будем создавать стратегии. Мне это не нравится. Что-то у меня игра за игрой говняная выходит. Странно очень это все. Ах. Что так все плохо? Я говорил, что игра сложная. Нет, я не говорил этого. Ну ладно, я еще расскажу. Игра сложная. Намного сложнее, чем в GameDev Tycoon. Нет, тут издатели. 64, 62, 55, 60, тра-ля-ля. О, давайте бит им ап на 54. Ой, то есть шут им ап забацаем. Are you sure? Да. Гейм, паблишер, контакт, контракт, точнее, для Коммодора. Угу. 54% надо заслужить. Так, тут сиквел можно сделать. Нет, я хочу сделать для издателя игру. Нормальную. Сейф-гейм даже. А ну да, сейф-гейм пусть будет. Ах, так. Геймплей. Графика. Нет, стоп. Далее. User Interface чуть-чуть. Level Design чуть-чуть. И все. Понятно. А что у нас за User Interface? Ага. RPG-симуляторы. Значит, тут и нужен User Interface. Иди нафиг тогда. Тогда давай посмотрим скриптинг. Где он нужен. Вы мне не подскажете? Ладно, допустим. Давайте подумаем. Content Design. Понятно, не подскажут. Shoot'em up, shoot'em up, shoot'em up, shoot'em up. Думай, думай, думай. Искусственный интеллект. Нет, не нужен искусственный интеллект. Понятно. Давай тогда Game Engine. Вот Game Engine для shoot'em up нужен. Тогда мы немножко уберем с Game Writing. И, наверное, в Sound Design кинем. Тут надо? Да, в shoot'em up надо. Хорошо. Вот так вот, наверное, и сделаем игру. Надо, наверное, вот так вот как-то это всё думать. Ну, потому что, я не знаю. Чё-то как-то у меня игры не получается делать в этой игре. Так, кстати, вот, возможный рейтинг для всех. Кольцер насилия больше, больше, для взрослых только. Теннис. Какой теннис? Алло. Зомби. Космические зомби. Так, а какую игру мы делаем? Shoot'em up. Ага, всё, вспомнил. Так, история. Ну, блин, какая история в shoot'em up? Зомби решили заполнить галактику. Надо их всех истребить. Алло. Всё. Так, для русских. Ага, паблишер сам позаботится. Понятно. Так, зомби. Количество насилия. Ну, до хера. Текста поменьше. Контента для взрослых тоже поменьше. Вот так, думаю, будет ништяк. Я ничего там не пропустил, кстати. Мне кажется, что-то пропустил. Ладно, неважно. Мне нужны деньги, чтобы оборудовать один офис. Electronic Arts победили. Why squeeze? Space zombie, давай! Последняя надежда на тебя. Если ты не выстрелишь, то мне придётся сделать большой перерыв. Потому что я чё-то немножко начал уставать. 79 лет. Да как вы это делаете? Можно посмотреть, как вы её создавали? Да! Мне кажется, из-за того, что слишком много всяких технологий у меня, да, появилось. Я не могу нормально создать игру. Нормальную, точнее. А где Вестфуды? Ага, мы здесь. Ага, мы здесь. Да, всё-таки, скажи, кажется, это рейтинги. То бишь, какие студии сейчас самые крутые. Но мы пока что держимся неплохо так. Самая лучшая игра была The Last Dragon. Остальное всё херня. Ага. Сделай чёткую игру. Тренд для казуальных игр. Ага, персональный компьютер новый появится. Так, понятно. Улучшенный персональный компьютер появится. Понятно. Q-Games выиграли что-то там. Netball. Как вы так быстро разрабатываете игры, сволочи? Я банально не успеваю. Я только начинаю разрабатывать игры под каким-то трендом, и всё. Всё заканчивается для меня плачевно, потому что я... Потому что... Потому что я не успеваю во время тренда выпустить игру. К сожалению. Космические зомби. Вот отличная обложка. Давай! Космические зомби! 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 Как мне ещё поддержать моего пацана, который разрабатывает игры? А, вот эти игры сдохли. Ну, если бы я начинал делать теннисную игру, как видите, я на 93% бы остановился. Так что идите нафиг с трендом, я буду делать то, что мне хочется. Хотя, скорее всего, я не успею. Так. Так, школьные игры. Какие школьные игры? Алё. Что у нас там? Звук просел. Ну, более-менее. Более-менее. Хотя, в принципе, более-менее. Ну, юзер-интерфейс не так важен. Надо именно действительно смотреть. Так, паблишер. Издатель рад нашими результатами. И они переведут деньги нам. Хорошо. Ох ты, ё-моё. МОЁ. А-а-а. А-а-а. Ну, продажи пошли. Где мои остальные деньги? Или это всё, что вы мне хотите передать? Ах вы сволочи, издательство! Козлы! Где мои фанаты? Ладно. На этом, думаю, можно закончить данную серию. Так что на этом всё. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Да куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся уже в следующей серии.